Доброе утро всем, кто присоединился к нам о погоде на сегодня. 10 в горах до нуля, днем плюс 20, плюс 25, в горах местами плюс 9, плюс 14 градусов. Черкесский без существенных осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 22, 24 градуса. Доброе утро всем. Доброе утро, Денис. Доброе утро. Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Тема у нас сегодня тоже актуальна, так как вы по надзору за процессуальной деятельностью занимаетесь в прокуратуре. Я бы хотела узнать об итогах работы правоохранительных органов по борьбе с наркопреступностью. Это очень-очень важная тема. Да, действительно. В прокуратуре республики проанализировано состояние и результаты работы за 2020 год. Правоохранительных органов Крачевской республики по профилактике и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Вопросы данного противодействия данным преступлениям являются особенно актуальными для нашей республики. И пресечения распространения их среди молодежи остаются актуальной проблемой и важной задачей органов правоохранной Крачевской республики. Каждое седьмое зарегистрированное в Республике преступление связано с незаконным оборотом наркотиков. В истекшем году выявлено на 22% больше наркопреступлений, общее число которых составило 792 преступления. Рост данной регистрации произошел за счет активизации работы оперативных подразделений МВД по КЧР в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, в том числе и совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Число преступлений, совершенных с использованием сети интернет, увеличилось в Республике на 70% и составило 344. Из них 335 – это преступления, связанные со сбытом наркотиков. В целях повышения эффективности мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в данной сфере, а также антинаркотической профилактики, прокурорами на постоянной основе используются средства массовой информации, в том числе интернет-ресурсы, регулярно размещая информацию о результатах работы правоохранительных органов Республики на данном направлении. Данная работа проводится нами на систематической основе. Денис Владимирович, можно ли говорить конкретно о числе людей, которые совершили данного вида преступления? Всего в Республике за 2020 год выявлено 334 лица, совершивших те или иные преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. При этом, по данным наркологического диспансера республиканского, на учете состоят на начало года 520 человек с диагнозом наркомания, а также 823 человека с диагнозом употребляющие периодические наркотики. В сфере профилактики и предупреждения незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании и алкоголизма, на территории Республики приняты ряд программ, которые финансируются правительством Республики. И в соответствии с планом заседания на наркотической комиссии в Карачево-Черкесской Республике, за 2020 год проведено 3 заседания по 6 наиболее значимым вопросам, направленные на предсовершенствование системы раннего выявления потребителей наркотиков. Всего по итогам проверки органами прокуратуры за 2020 год выявлено 213 нарушений, принесено 9 протестов и внесено 67 представлений. Отдельное внимание в рамках межведомственного взаимодействия уделяется фактам выявления и пресечения ранее неизвестных в Республике видов синтетических наркотиков, так называемой соли, внедрением с бытчиками новых способов их распространения. Это закладки, совершаемые гражданами страны СНГ и соседних регионов. Общее же обобщение эффективности работы правоохранительных органов Карачево-Черкесской Республики на сегодня показало, что в целом работа оценивается и организована удовлетворительно. Конечно, это очень страшная проблема, и не только органы прокуратуры, и все мы должны быть бдительны, все мы должны бороться с этой проблемой. Я благодарю вас за полную информацию. Спасибо, что были гостем нашей программы. Спасибо. Вещание на телеканале «Россия-1» продолжит программа «Бодинская редакция» в 14.30 вместе с Ашемезом Пхешховым. Хорошего вам всем дня! Весна будет чудесной! С Московским индустриальным банком! Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru Или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Хирургия катаракты и глуком. Автальма. Телефон Ставрополя. 33 33 22. Редактор субтитров А.Семкин